В знаменитом батле между Оксимироном и Гнойным последний сказал Весь твой рэп ни о чем, потому что он только о боксе Сегодня я хочу проанализировать Мирона и показать, что стоит за его рефлексией и внутренними конфликтами И может быть там есть более серьезный замысел, чем простая зацикленность художника на себе Когда я анализирую личность, то стараюсь выделять акценты, конфликты, противоположности Чтобы сделать объемный и многосторонний портрет человека А полярные точки зрения зрителей подсвечивают сложность личности, неоднозначное отношение к нему Это нормально, ведь не бывает чего-то однозначного черного или белого Но сегодня особый случай Я расскажу о человеке, вся жизнь и карьера которого связана с противоречиями и конфликтами Противоречия между тем, что этот человек принадлежит к андеграундной культуре хип-хопа И при этом находится в статусе популярной звезды Противоречия между стереотипом о рэпере, как о маскулинном и агрессивном персонаже И интеллигентным поведением в интервью и внушительным словарным запасом в текстах Также это и конфликт иммигранта, которому было сложно адаптироваться за рубежом В ноябре Ксимирон выпустил трек «Кто убил Марка», в котором он проанализировал свою жизнь за последние 10 лет Трек полон личных откровений и признаний, в том числе собственных слабостей Если мы посмотрим на комментарии, мы увидим, что слушатели узнали в нем себя Увидели свое отражение в рассказе лиричного героя Совсем скоро уже Новый год, и не знаю, как у вас, но находясь у себя за городом дома Я чувствую новогоднее настроение Признаться, я в первый раз в своей жизни буду праздновать Новый год за городом Я в предвкушении Хочется украсить дом всякими новогодними украшениями, чтобы создать уют и соответствующее настроение Параллельно, когда находишься за процессом подготовки, хочется продуктивно проводить время И для ума тоже Включить на фон аудиокнигу и параллельно заряжаться положительными эмоциями Ну и настроением, безусловно Из всех приложений, что мне приходилось использовать по аудиокнигам Лучшее для меня это Storytel Storytel это большая библиотека аудиокниг, подкастов, лекций и аудиосериалов в одном приложении У него самая большая аудиобиблиотека 170 тысяч на русском и английском языках Приложение позволяет скачивать книги на телефон Поэтому неважно, где я нахожусь, за рулем, на тренировке или за городом без интернета Когда я не знаю, что послушать, умные рекомендации в этом приложении облегчают поиск новых книг Приложение само рекомендует книги под мои интересы А отзывы под прослушанными книгами позволяют мне выбирать хороший материал, который мне понравится Очень удобно слушать книги перед сном с функцией таймер сна Он автоматически останавливает воспроизведение, когда необходимо Переходите по ссылке в описании и получите новогоднюю подборку от Storytel Если вы впервые знакомитесь с этим сервисом, то для вас, по моей ссылке, доступно целых 30 дней бесплатного обслуживания Только не забудьте поставить галочку при регистрации о том, что согласны получать персональную рассылку Чтобы вы смогли получить новогоднюю подборку С наступающим Новым Годом! Ну, а мы продолжаем смотреть разборку Биография Ксимирона полна конфликтов Самый известный из которых с Ромой Жиганом О нем мы тоже сегодня поговорим И я покажу, почему такой конфликт вообще стал возможен Потому что это больше, чем просто ответ на оскорбление в треках Еще совсем недавно он выпустил студийный альбом «Красота и уродство» В котором, кроме рефлексии и самоанализа, есть треки о политике и актуальной новостной повестке И он не только читает рэп про общественные значимые события, но и участвует в них А не остается пассивным наблюдателем со стороны, которым был долгое время Как будто Оксимирон всегда был большой фигурой в русском рэпе Всегда рисовал крупными мазками и был в центре внимания Но так ли это? Давайте исследуем обратную сторону Не успех, а становление Не общественное признание, но конфликты, которые сформировали его личность и художественные приемы Мирон Федоров родился в интеллигентной семье в Петербурге в 1985 году Отец – ученый-физик-теоретик, мать – библиотека Вполне вероятно, что родители старались привить ребенку особое отношение к книгам и слову Когда Мирону было 9 лет, семья переехала в Германию Отца пригласили в университет Отношения в новой школе были им непростыми Мирон конфликтовал с одноклассниками Рассказывая о том времени, он пожелал школе сгореть дотла Его семья была одной из первых русскоязычных в том районе А одноклассники были сплошь из семей среднего класса Разумно предположить, что это не могло не повлечь за собой роста напряжения, столкновений Один член коллектива, не похожий на других, из другой страны, небогатый на фоне остальных, может стать козлом отпущения класса Ходит слух, что Мирона в школе травили, и поэтому он написал трек «Последний звонок» Но, по его же словам, поводом написать трек послужила новость об очередном школьном стрелке Но нельзя не заметить, что отсутствие признания от группы сверстников, что так важно в подростковый период Может спровоцировать чувство обиды, ярости и ненависти На уровне воображения такие эмоции могут трансформироваться в фантазии о насилии над обидчиками Как мы видим, и спустя много лет Оксимирон давал только негативные оценки периоду в немецкой школе Очевидно, опыт учебы оставил глубокие и тяжелые воспоминания, которые не могли не отразиться на творчестве Неизвестно, подвергался ли Оксимирон систематичному буллингу в школе, но очевидно, что он чувствовал себя изолированным от коллектива Иногда это считают разновидностью буллинга, когда на ученика намеренно не обращают внимания, игнорируют, не принимают и не держат за своего Агрессия, обида, гнев можно трансформировать в творчество, в увлечение, успех в которых повысит уверенность в себе, даст внутренние ресурсы К слову, интересно отметить, даже в сфере стендап-юмора, на первый взгляд, неуверенные в себе люди с какими-то психологическими, ментальными или физиологическими трудностями пытаются все перенаправить в юмор Таким образом, справляются со своими внутрипсихическими конфликтами и возможными шутками над собой Когда они сами смеются над собой, превращают слабые стороны в сильные, им таким образом проще относиться к себе Они приобретают уверенность и психологическую устойчивость Так, одинокий в чужой стране и отвергнутый коллективом, Мирон находил одушен в рэпе, в немецкой хип-хоп-культуре, которую до сих пор не забывает Например, он давал интервью для немецкоязычного хип-хоп-сообщества, в котором даже вызвал на баттл рэпера из Германии в 2019 году Из Германии с семьей переехал в Великобританию Одно из самых депрессивных мест на тот момент Город Слау В новой школе систематичным непринятием в свой адрес он уже не сталкивался Действительно, иногда достаточно поменять коллектив И в новой системе человек начинает играть совершенно другую роль, которая может быть никак не связана с предыдущей Вспоминая свое взросление в Европе, в интервью газете Independent, Мирон описывал собственную идентичность, как полную конфликтов и противоречий Кто я такой? Родился в России, вырос в Германии, учился в Англии, плюс ко всему я еврей Похоже, я кочевник Деньги и время покажут, где я останусь Называя себя кочевником, Мирон определяет себя как личность, которая постоянно меняется, не останавливается и не чувствует стабильности, устойчивости Кстати, само название почившего лейбла «вагабунт» — слово-синоним для понятий «кочевник» и «номад» Возвращаемся к жизни Мирона в Англии В старших классах школа учительница предложила ему поступить в Оксфорд Он очень смутился и удивился, тем не менее поступил Оксимирон считает, что это было сочетанием его интеллекта и позитивной дискриминации Он не знает точно, но предполагает, что была квота Интересно, что он изучал средневековую английскую литературу Опять, больше всего его интересует слово как таковое Он и сам говорил, что слова, их значение, работа с ними интересуют его в рэпе больше всего И это же повлияло на выбор факультета Во время учебы у Оксимирона диагностировали биполярное аффективное расстройство Которое в то время называли маниакально-депрессивным психозом Этот диагноз сам по себе тоже конфликт Человек с бар проходит через противоположные периоды Депрессивные стадии и маниакальные Которые характеризуются чувствами сильнейшего повышения энергии и прилива силы продуктивности Правда, нередко в маниакальной стадии люди совершают безрассудные поступки Например, пытаются открыть бизнес, совершенно игнорируя риски Лекарственное лечение здесь стоит на первом месте Так как биполярное расстройство – хроническое заболевание А психотерапия помогает адаптироваться к новой жизни Вот как комментирует диагноз сам Мирон Мне выписали таблетки, и я никогда их не принимал, честно говоря Думаю, там есть доля правды Мне всю жизнь приходилось бороться с экстремальными перепадами настроения Даже не с перепадами, а с периодами С периодом, когда настроение уходит экстремально вниз А потом с периодом, когда я максимально взбудоражен и продуктивен Наверняка есть причины этого, но я не уверен, насколько был точен диагноз на тот момент К слову, есть немало творческих людей, которые признались в том, что живут с биополярным аффективным расстройством Писатель Стивен Фрай, певица Мерайя Керри, актер Бен Стиллер Сомнения в диагнозе, его отрицание, отказ от принятия назначенных лекарств Встречается часто в практике лечения биполярного аффективного расстройства Учитывая специфику болезни, можно предположить, что она объясняет долгие перерывы в творческих релизах артиста Возможно, он выполнял большую часть работы над треками в период маниакальной или гипоманиакальной стадии Или во время перерывов между эпизодами экстремальных перепадов настроения Это только предположение, что большая часть треков записана в активный период Сам Мирон открыто это не комментировал, разве что заметил в интервью Влад ТВ Что бывают периоды, когда он максимально активен и продуктивен Ну, а об обращении к специалисту по ментальному здоровью он расскажет только в одном из последних треков «Кто убил Марка» Таким образом, завершая часть ранней биографии Оксимирона, можно заключить, что он испытывал конфликты внешние Адаптация в новых местах в Германии и Великобритании И внутренние Уже будучи взрослым человеком, в интервью Independent Мирон не мог описать свою идентичность, кроме как, словом, кочевник И намекнул, что время еще не пришло Что он все еще колеблется внутренне Единственный способ разрешения противоречий он находил в творчестве Которое отлично подходит для выражения любых переживаний Теперь я перейду к его карьере артиста Сегодня Оксимирон успешный хип-хоп-артист С большой аудиторией, признанием в рэп-сообществе А его альбомы рецензируют и вызывают споры Интересно, что множество противоречий есть и в том, как продвигалась и продвигается сейчас его карьера Как он достигал успеха Он делает громкие релизы, при этом может позволить тебе отсутствовать в инфополе годами Не выпускать треки, не делать ничего для пиара, не светиться И все это только заставляет больше о нем говорить Часто артисты для повышения узнаваемости стараются посещать как можно больше интервью Уходить на презентации, устраивают публичные конфликты Но Оксимирон выступает в пику этому И при этом повышает интерес к себе своим отсутствием В эпоху рыбатлов ему было достаточно один раз прочитать матерную считалку на баттле с Джонни Боем Говно, залупа, пенис, хер, давалка, хуй, блядина Чтобы его пародировали все, кому не лень При этом сам Мирон мог себе позволить большие перерывы между баттлами Но ощущалось, что он незримо присутствует Ведь многие участники своими пародиями отсылали зрителя к его баттлам и его личности Пророк, брошюра, крекер, крен, рефрактор, руль, квартира У него были громкие реальные и творческие конфликты с другими артистами Но как личные темы стали вечными сюжетами в его творчестве? Рефлексия, кризис идентичности, поиск своего места и роли в хип-хоп-культуре С самого начала Оксимирон сознательно противопоставлял себя не только мейнстриму, но и тогдашнему андеграунду В целом негативно высказывался в адрес русских рэп-артистов Кстати, название его дебютного альбома «Вечный жид» — тоже отсылку к внутреннему конфликту и неустоявшейся идентичности Как слово «вагобунт» можно перевести как «кочевник», так «мифический вечный жид» — это собирательный образ скитальца, который вынужден вечно путешествовать до второго пришествия Творческий дуэт «Шоком» — тоже конфликт противоположных сценических образов Практически альянс гопника и ботаника Эти образы Мирон и «Шок» эксплуатировали и в творчестве, и в интервью Активные оскорбления в сторону других рэперов и близких им людей не могли не вылиться в конфликт за пределы творческой сферы Как вообще могло дойти до такого уровня? В начале видео я говорил, что Оксимирон, судя по всему, с самого детства испытывал особое отношение к словам, поскольку вырос в интеллигентной семье Он увлекся хип-хопом, даже высшее образование получил в области литературы Можно предположить, что его воспитывали, объясняя огромную разницу между словом и действием, творчеством и реальным поступком Здесь и произошел конфликт Если для Мирона оскорбление в треке «Прием в творчестве», чтобы задеть другого лирического героя, а не конкретного человека То внутри криминальной субкультуры слова имеют серьезный вес Не ответить на последовательные личные оскорбления значит не уважать себя и получить удар по репутации Но только ответить-то за это надо, за это нужно отвечать Ты сказал, будь добр ответить Это не беспредел, когда человек приезжает и дает по голове Столкнулись два мира В одном слова – это просто слова Во втором – за слова можно и нужно отвечать реальным физическим воздействием Русский хип-хоп начала нулевых и частично десятых, по меткому выражению Нойза МС, филиал русского шансона Русский рэп – это филиал русского шансона Ограбишься, наконец, ларев, и садись на зону Рома Жиган, который имел уже арестантский опыт, нашел съемную квартиру, в которой остановились Мирон и Шок И со своими товарищами вынудил извиниться артистов на камеру, дополнительно унизив их по своим понятиям Он вынудил встать их на колени и отвесил пощечины Потом он, по их словам, шантажировал рэперов этим видео Шок не стал подаваться на шантаж А Ксимирон, наоборот, в обмен на то, что видео не будут показывать в интернете Он, по собственным словам, согласился на компромисс, который длился 10 лет Снимался в проектах с Жиганом Любопытно, что сам Жиган не считает себя шантажистом Это не шантаж, это называется найти точки соприкосновения И всячески намекают на то, что Мирон сам себя поставил в такую ситуацию, что ответственность на нем Типичная история, когда тот, кто совершил насилие, выставляет себя жертвой обстоятельств А к реальной жертве относится с предубеждением и даже перекладывает на нее ответственность за содеянное Ирония, но юмористические рассуждения Жигана об абьюз рэпере имеют зерно истины Это действительно абьюз, как он есть Судя по всему, внутреннее напряжение Мирона достигло такой точки, что отразилось на его ментальном и физическом здоровье Все люди индивидуальны Что для одного кажется простым, неприятным воспоминанием, то для другого будет травмирующим событием И однозначных критериев нет Поведение и переживание Ксимирона, выраженные в треке «Кто убил Марка» Это вариант адаптации, приспособления к экстремальной ситуации, которая выходила за рамки его жизненного опыта Жизненного опыта мальчика из интеллигентной семьи, который полюбил рэп не только за форму, но и за литературное содержание Которому было сложно адаптироваться в школе Который получил высшее образование в области литературы Который всегда четко разделял слова и поступки Попал в конфликт с другим миром, с которым толком и не был никогда знаком И, очевидно, не имел подобного опыта Более того, по словам Шока, ему известен лишь один случай, когда Мирон дрался У всех свои болевые точки, вокруг которых образуются комплексы У Оксимирона это публичное унижение, в принципе, ситуация, которая может быть травмирующей для многих из нас Свою боль Оксимирон смог символизировать в творчестве только через 10 лет Хотя некоторые фанаты могут увидеть намеки и в более ранних треках Потом Мирон сосредотачивается на карьере Его известность растет, и он как будто пытается делать вид, что ничего особенно не происходит Что он не превращается в звезду Через 8 лет эту же речь повторит артист уже нового поколения Который считает, что не нужно не смущаться популярности и признанию, а устраивать перформансы 99% тех, кто сидит в этом зале, не знают, кто я такой Какой творческий человек не мечтает зарабатывать на любимом деле? Но с первыми успехами часто возникает конфликт между так называемым чистым творчеством и коммерческим искусством Мирон разрешил для себя этот внутренний конфликт так Когда я понял, что дела постепенно меняются и, возможно, есть способы заработать деньги музыкой Я так долго отдавал себя культуре, что начал думать о том, что, видимо, пора начинать этим зарабатывать Начинается эпоха рэп-баттлов Выходит громкий альбом «Горгород», лирический герой которого также полон внутренних противоречий и конфликтов А Ксимирон становится одним из ведущих артистов России И он опять оказывается в конфликтной ситуации Двойной иммигрант, выросший за пределами страны, выходит на первое место Теперь он один из главных медийных лиц Я не буду брать на себя роль исследователя рифмов и панчей, поэтому сразу перейду к самому знаковому событию Баттла со славой КПСС, в котором Мирон проиграл с разгромным счетом 5-0 Обращу внимание на текст, в последнем своем раунде Мирон стал апеллировать книги «Тысячеликий герой Кэмпбелла» Представив себя как герой с большой буквы, а славу как антагониста Всего лишь теневого персонажа на пути, с которым нужно сразиться и забыть о нем Ты не антигерой, ты вообще не герой, вызываешь сопереживание ноль Мирон был захвачен гордыней и, как говорят, поймал звезду Он и сам признавал свои слабые стороны после Я действительно считаю, что у меня удел на баттле, потому что, объясню почему Безусловно, я забыл о понятии в баттле Слава высказался куда лаконичнее Ты был голодный, Мэмси, съел других и в итоге зажрался Удивительно, но Мирону не пришло в голову, что перед ним такой же герой Но только в начале своего пути, который, если говорить метафорично, только встретил дракона, с которым нужно сразиться Иронично, но Слава, как классический трикстер, говорил то, о чем другие не решались высказаться Самовлюбленная мудила, тут не театральные подмостки, но ты провел за зеркалом больше времени, чем Андрей Тарковский Баттл-престиж Мирон себе вернет уже на встречу с американским баттловиком, Дизастром Так Оксимирон, выдерживая внутренний конфликт между аутентичным творчеством и ролью селебрити и рэпера номер один И заплатил за нарушение баланса разгромным проигрышем за чрезмерную зацикленность на себе А уже в этом, в 2021 году, Оксимирон выпустил новый альбом «Красота и уродство» Снова исследует тему противоречий, конфликта художника и государства А также рефлексирует о собственном пути хип-хоп артиста Также Мирон много участвовал в общественной и политической жизни Акция «Я буду петь свою музыку» в поддержку рэпера Хаски «Сядь за текст» в поддержку Егора Жукова Акции в поддержку блогера Юрия Хованского и другие политические события Лирический герой его альбома «Гор-город» не мог выдержать классический конфликт между художником, публикой и государством Теперь Оксимирон начинает разрешать его в реальном, а не выдуманном мире А в треке «Кто убил Марка» Мирон практически стирает грань между собой и лирическим героем И разрешает конфликты, которые мучили его годами Связанные с репутацией и уважением, андеграундом и мейнстримом, творческой и гражданской смелостью Иногда на разрешение внутренних противоречий требуется 10 лет Может больше, иногда меньше Один из самых действенных способов сделать это — творчество И мы видим, как с самого детства Оксимирон копил и разрешал эти конфликты А иногда даже мог, путь неосознанно, их спровоцировать Он с детского возраста пребывал в конфликтной среде, как в школе в Германии Но смог трансформировать напряжение в творчество Ведь там же и в то же время он увлекся хип-хопом, чтобы выразить накопившуюся агрессию и переварить обиды После того, как он столкнулся с унижением и шантажом спустя 10 лет, он превратил эти переживания и страхи в трек В котором люди могут узнать себя и пережить такое же принятие, которое испытывал автор Кроме этого, Оксимирон позволил себе активнее участвовать в общественной и политической жизни Разрешив вечный конфликт между самоценным творчеством и активной жизненной позицией В заключении я хочу показать отрывок из интервью Мирона для Влад ТВ В нем он комментирует батл с американским рэпером Дизастром Но, на мой взгляд, он там выражает свою миссию Сегодня я много говорил о конфликтах Мирона, внешних и внутренних О том, что они могут служить топливом для творчества, формировать личность Но конфликт для Мирона это не цель, а средство Для объединения враждующих, противоположных сторон Как в своем внутреннем мире, так и между людьми Объединение через творчество Конфликт, средство созидания, а не разрушение Но позволь мне сказать последнее о батле Я думаю, что это войдет в историю еще и потому, что мы сплотили 12 И хотя мы оскорбляли друг друга, как и положено в батлах Иначе это не батл-рэп, это был настоящий момент единения А на сегодня у меня все Наблюдайте за людьми, чтобы не оставаться в руках И быть на шаг впереди Скоро увидимся